Сегодня мы поговорим о том, что же на самом деле означает медканал Булюциуса, и не только. Ведь её обладателей на данный момент двое, и это по-видимому напрямую связано с Юлиусом и Люциусом за Гратисами. Здорово, ребятки-анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Давайте для начала отсеем первые и сомнительные мысли о значении этой чёрной эмблемы. В 332 главе Чёрного Клевера Люциус предстал перед нами с одной очень интересной деталью. Его отметина на лбу видоизменилась. В основном она представляла из себя нечто в виде солнца с восьмью остриями. Но в конце предыдущей главы Люциус явился с недостающими тремя частицами. И как бы это явно не ошибка, поскольку все части этой метки находились строго на своих местах, а не хаотично. Тут в буквальном смысле как будто вырезали три штуки из восьми. Причём всё это наблюдалось что на японских сканах, что на корейских и на релизе главы у официала. То есть это явно не просто так, но объяснений нам толком и не дали. Событий, которые на это могли повлиять, всего три. Первое. Я предполагал, что это могло быть связано с поглощением сердец дьявола Люцифера. Про их количество уданных существ в манге нам не рассказывали, но сделали небольшой намёк о том, что их двое. Первое сердце Люцифера забрали в ходе его сражения в пиковом королевстве, а второе отнял уже антагонист на седьмом уровне преисподней. И если сейчас воспользоваться математикой, то в таком случае из трёх верховных дьяволов можно будет получить около шести сердец, что явно не покроет все метки. Да и в принципе, случай с Люцифером можно расценивать как разделение его потенциала. А ядром, точнее источником его силы является сердце, что и в низших, что и у высших. Даже Загрид после конкретного уничтожения его единственного сердца окончательно покинул эту вселенную. Так что если с троицей правителей преисподней можно будет получить всего три вкуснейших мармеладки, тогда данная теория уж наверняка идёт куда подальше. На реддите, расспрашивая фонбазу ЧК, мне мало чего удалось узнать, поскольку пацаны просто отвечали совсем на другую тему. Но были и те, кто заговорил о таймскипе, ведь не зря прошло именно 15 месяцев, что очень даже хорошо делится на три утраченные острия солнца. Они объясняли изменения чёрной эмблемы количеством времени, в котором Люциус может использовать силу Астарота. Однако в 333 главе метка полностью восстановилась, а значит таймером это теперь точно нельзя назвать. И второе предположение идёт туда же, куда и первое. Третья мысль у меня возникла после того, как Люциус заговорил о тёмной триаде, которую ему нужно было воскресить, дабы использовать их силу в ходе создания совершенного мира. И это, на данный момент, мне кажется, самым логичным объяснением среди остальных. Воскрешение — это дело по своему существу, перечащее законом природы. И использовать эту силу направо и налево вот так вот просто не выйдет. Метка может служить ограничением количества воскрешений в каком-то промежутке времени. Знаете, это как КД способностей в MMORPG игр. То есть у чёрной эмблемы припускается время восстановления, и как раз с 332 по 333 мы лицезрели её откат. Но прежде чем мы перейдём к непосредственно разбору значения метки и тем, как она связана с Юлиусом, предлагаю уделить минутку спонсора. Анизон — проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащён интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете выйти в качестве, при том что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А ещё пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определённые вкладки. Анизон — смотри аниме просто и бесплатно. Ранее я уже упоминал метку Люциуса как Чёрное Солнце, и среди всей кучи информации я всё же нашёл её значение. Чёрное Солнце считается знаком Дьявола Сарата — воплощения Тёмного Солнца. Данный Дьявол, судя из информации, является даже могущественнее, чем Люцифер. Он олицетворяет отрицание человечества и их постоянные противоречия. Зачастую он проявляется как стихийное бедствие невероятных масштабов, эпидемий или уничтожением людей и ихними же пороками или желаниями. Целью Сарата является истребление всего людского, и представляется он на чаше весов, как противоположное самому Создателю. Всё это очень хорошо вписывается в концепцию планов Люциуса за Гратиса. Он хочет стереть людей с лица Земли и создать новый мир, где антагонист будет во главе всего. То есть, по сути, это означает достижение им сущности, граничащим с Богом. Люциус стремится занять это место и управлять миром по его виденью. Из интересного, Сарат является очень опасным демоном из-за его влияния на разум. А как только контроль будет получен, он заставляет личность измениться. То есть, это уже достаточно близко подбирается к способностям Люциуса, а именно манипуляцией памятью Юлиуса. Благодаря упоминанию Болгова Никиты, спасибо ему, мы приходим к объяснению термина рождения двух душ в одном теле. Данная информация относится к славянской мифологии, а именно закарпатской части Украины, словацкой и польской мифологии. Термин рождения двух душ здесь называется двоедушник. Существо, наделенное двумя душами, светлой и темной, которое в свою очередь связано с дьяволом. Темная сущность могла брать контроль над телом, при надобности покидать его и перевоплощаться в различных существ. Могла творить всякие гадости, убийства, проклены, порчу наводить, и в некоторых моментах представляются они как упыри, утопленники или магии. И считается, что светлая душа находится у них как бы в заложниках. Кстати, после смены темного и белого, светлая душа ничего не помнит. Это вам ничего не напоминает? Схозство со славянской мифологией двоедушника достаточно хорошо прослеживается в случае с близнецами за Гратисами. Люциус представлен нам как темная сторона, а Юлиус как светлая. Это очень отчетливо видно в их эмблемах на лбу. У Люциуса солнце полностью закрашено черным, а у Юлиуса оно было светлым и не заполненным. Также истинную сущность видно по их действиям. Юлиус желает спасти человечество путем взаимопомощи, развитию действительно хороших черт людей. Он хочет улучшить их жизни, а не уничтожить их, как того желает Люциус. В какой-то степени их цель сопоставима друг к другу, но пути их достижения совершенно разные. Наверняка в лице близнецов, Эл и Юза Гратисов нам покажут борьбу между светлой и темной душой. Возможно, это, кстати, сыграет роль в спасении Асты, ведь антагонист куда сильнее нашего ГГ. Также очень хорошо раскрывается значение метки темного солнца и ее принадлежности к дьяволу Сарату со слов Асты, где он говорил, что Люциус больше не был похож на человека. Оно-то и неудивительно после того, как антагонист сожрал сердце Люцифера. Их поглощение, скорее всего, и приведет Люциуса за Гратиса к подобию Сарата, противоположности самому создателю. Кстати, Юлиуса можно спасти, ссылаясь на двоедушников. В первом случае, если темная душа покинула тело, можно было попрепятствовать ее возвращению обратно. Но проблема была в том, что темная сущность сама должна была выйти, а делает она это только во сна. Кстати, телу и светлой душе после такого на протяжении полумесяца будет не сладко, поскольку с утратой части, которая всегда была рядом, может привести к серьезным болезням. Второй же случай более радикальный. Нужно убить основное тело, пока сущность не превратилась во что-то очень жуткое и непобедимое. Спасение светлой души здесь заключается в освобождении ее от страданий, которые ей причиняла темная сторона. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok